Привет, Вован! А шо это у тебя вся спина белая? Нет, не то. Не смешно. Может так? Здорово, Вован! У тебя вся Украина развязалась! Не, тоже не годится. И шо, обидится? Надо что-нибудь нейтральное. О, придумал! Слушай, Вован, у тебя вся спина в санкциях! Привет, пап! А чем это ты занимаешься? Не мешай, Коля! Ты шо, забыл? Скоро же 1 апреля. Так вот, я репетирую. Придумываю, как смешнее над дядей Вованом пошутить. Боюсь, папа, что после того, что вы с дядей Вованом устроили в Украине, вам обоим скоро будет не до шуток. О чем это ты говоришь, сынок? Да о том, что вами обоими уже в Гаге заинтересовались. Говорят, что дядя Вован – международный преступник, убийца. А ты – его соучастник. Ты, Коля, не в курсе. Ты шо, молодой и сопливый. На самом деле, это просто там, в Европе. А не к 1 апреля для нас с дядей Вованом тоже готовят шутки. Понимаешь? Это-то я понимаю. Не понимаю другого. Как вы от всего этого отмазываться будете? А я тут при чем? Ну как же, кризис с мигрантами, захват самолета, стрельба по соседнему государству ракетами. Так это ж я шутил, чтоб жизнь скучной не казалась. Они там шо, юмора не понимают. Это ж я готовился к 1 апреля, ко дню дурака. Я вообще заготовлю для каждого из этих западных дураков по отличнейшей шутке. Вот смотри, как я сейчас уделаю этого стрелькашку Байдена. Эй, Байден, у тебя весь белый дом. Белый. Шо, не смешно? Ну тогда вот. Поздравляю, Джо. У тебя Трамп совсем уже в конец развязался. Ну как? Плоско и неинтересно, пап. Ты бы что-то новенькое придумал. Ну или хотя бы подсмотрел что-нибудь в Камеди Клаб. Зачем мне этот хваленый Камеди Клаб? У меня ж все колхозное правление Камеди Клаб. Вот я и поставил задачу. В ознаменовании своего профессионального праздника Дня дурака подготовить до бешенства веселые скетчи, объясняющие наш взгляд на мировую политику. Будем мы грозить планете термоядерной войною. Запад сразу обосраться. Это шутка суперкласс. Потому что, потому что у Вована за спиною Я буржуям не позволю дурочками делать нас. И шлахами делать нас. Так что шутки внутри нашего колхоза для меня вчерашний день. Наконец-то мы вышли на международный уровень. Ну что, какие там новости? Да вот пишут про наступающий праздник. День дурака. Обещают, что в этот день по телевизору будет сплошной юмор. Шутки, куплеты и веселый колхозный смех. Ну понятно. Все как в Древнем Риме. Пытаются сдержать народный протест за счет хлеба и зрелищ. Насчет хлеба, коллега, я не уверен. Скорее всего, хлеб народу тоже будут показывать только по телевизору. Товарищи правления, у рамках подготовки ко дню дурака нам поручено придумать для товарища Перетрахченко новые юморные номера и свежие шутки. А чего голову ломать? Я, как председатель КГБ, могу поручиться. Наши шутки всегда пользуются популярностью в народе. Да, вон, к примеру, последние хохмы про повышение цен и скачок курсов валют вообще теперь в тренде. Что, неужели смеются? Смеха лично я не слышала, но разговоры только про дураков. Но внутренних шуток, товарищи, мало. Нужно выходить с нашим юмором на международный уровень. А вот с международным уровнем у нас затык. Это еще почему, товарищ Лакей? Ну, к примеру, пошутили мы как-то с мигрантами, так они границы закрыли, самолет по приколу посадили, санкции ввели. Может, это они просто наших шуток не понимают? Конечно, не понимают. Они ж тупые, мля. Даже наши потешные запуски баллистических ракет по Украине называют актом агрессии, мля. Точно, юмора у них ноль. Тихо, товарищи, не расслабляйтесь. Не забывайте, что товарищ Перетрахченко ждет от каждого ведомства ко дню дураков по жесточайшей хохме. И так, чтобы было смешно до слез. Ну, до слез это просто. Слезы мы всем в раз обеспечим, мля. Да где ж она запропастилась? Что, Владимир Владимирович, все Украину ищете? Да нет, Дмитрий. Украину-то я уже нашел. Представляешь, я думал, что ее нет, а она, оказывается, реально существует. Так что ж вы тогда ищете? Да вот никак не могу найти на глобусе дружественную нам страну Офшорляндию. Мы вроде там на черный день российский резервный фонд припрятали. Зря стараетесь, Владимир Владимирович. Если эта самая Офшорляндия и существует, то пиндосы и там уже наверняка все нашли и арестовали. Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, беда. Ну, что еще случилось? Оказалось, что в Украине нам никто не дает цветы, а наоборот, оказывают нашим освободительным войскам оскорбительно жестокое сопротивление. Так а вы чего жопу не рвете? Правильно, рвите жопу. Так нам уже порвали. Жопа, можно сказать, разорвана на британский флаг. Что? На британский? Ну да. Англичанка, как всегда, гадит. Скажу так. Мир – это Россия. Без России нет мира. Крутится, вертится шар голубой, Перекроить нужно глобус земной. Будем границы другие чертить, И на весь мир мы хотели ложить. Будем границы свои вычертить, Нам на весь мир глубоко наложить. Международные нормы долой, Наших солдат мы ведем на убой. Чтоб Украина исчезла, хотим, В ядерный пепел мы мир превратим. В мире ни с кем больше жить не хотим, В ядерный пепел его превратим. Санкции и вражьи в ответ нам летят. Скоро Россия и Юн страшный ждет ад. Красную кнопку нажать только дай, Сдохните вы, ну а мы сразу в рай. Пропадом шар голубой пропадай, Сдохните вы, ну а мы сразу в рай. А что еще пишут? Объясняют, что главной целью спецоперации В Украине является борьба За подлиннославянскую лексику. А что с этой лексикой неправильно в Украине? Пишут, что там придумали Антирусский термин, второй тур выборов. Представляете? По мнению газеты, этот термин Подрывает основы власти как в России, Так и в Беларуси. Что вы на это скажете? Могут нас, ядрена мать, Завтра в армию забрать И построить на плацу Шеренгой длинной. Нам объявит политрук, Что Россия лучший друг И что будем воевать мы с Украиной. И тогда наверняка Мы турнем политрука Да и свистнем Украине Еще бы разом. С украинцами, да-да, Будем дружно бить врага, А в конце его накроем Медным тазом. С украинцами всегда Нужно дружно бить врага И накрыть его Огромным медным тазом. Товарищу Покобряков, Разрешите доложить, Юморист доставлен. Гражданин начальник, Я ни в чем не виноват. Виноватых гражданин нет, мля. Есть недорасследованные. И в чем меня обвиняют? Короче, дело такое. Нам спустили распоряжение сверху К первому апреля Срочно придумать хохму От нашего ведомства Для нашего председателя. Поможешь сочинить, Выйдешь по условно-досрочному. Так а про что сочинять-то? Да мля его знает. Легко этим гражданским Исправлением говорить. Напиши хохму. Это у них вот вся их деятельность. Одна сплошная хохма. А нам где юмор брать? Да прямо из жизни, Гражданин начальник. Например, Можете смело заявить, Что все наши чиновники С утра до вечера Вкалывают на лесоповале. Это еще почему? А потому что они Постоянно что-то пилят, Откатывают и заносят. Молодец, юморыст. Хорошая шутка. Свободен. Спасибо, гражданин начальник. Только это не шутка. И я не юморист. А кто, мля? Я фининспектор. Вот, товарищ Перетрахченко, как видите, колхозный клуб для празднования Дня дураков уже подготовлен Осталось только прорепетировать ваши остроумные экспромты, которые мы вам подготовили заранее Вот, репетируйте А шо тут репетировать? Я не то, что ваши экспромты Я любую речь могу бракнуть без подготовки Ну, тогда начинаем Дорогие друзья, я вам сейчас отколю одну хохму Оказывается, у Байдена весь дом белый Эташа, я не понял, где поддержка публики? Где смех в зале? Так, товарищ председатель, это же репетиция, публики в зале нет А что, солдат не могли пригнать? Так их же готовят для Украины Ты мне тут зубы не заговаривай, меня без смеха слушать нельзя Так что давай подключай публику Одну минуточку, сейчас будет смех Ну вот, совсем другое дело Продолжаю хохмить А вы знаете, чем отличается мой друг Вован от небезызвестного Пиноккио? Нет? Сейчас объясню Каждый раз, когда Пиноккио врал, то у него удлинялся нос А когда в рот мой друг Вован, то у него удлиняется стол Кстати, когда мой друг Вован проводит переговоры с западными политиками за закрытыми дверами Он для сохранения полной секретности использует одноразовых переводчиков Наташа, это что, всё? Шутки кончились? Нет, товарищ Перетрахченко, теперь у нас по сценарию музыкальный дивертисмент Называются озорные куплеты Исполняют члены правления В нете куча фейков, уток, сейчас вам станет не до шуток Всех накажет председатель Вон шпион, а тот предатель А вон те, я уверен, так вообще сотрудничают с экстремистским телеграм-каналом Да, и им, конечно, там платят твёрдой валютой Говорили, нету денег, но рванули все в обменник Да, прикол их ждёт крутой, ведь обменник-то пустой Что? Пустой? Ты, безголодшинка, куда смотришь? Ну так если они купят на все деньги валюту, им же не на что будет потом купить еды Говорят, зарплаты мало, аж на жрачку не хватало Ну смешной у нас народ, пусть заводит огород Правильно И вообще, нужно огород внести в конституцию, как священную обязанность гражданина Куда смотрит вертикаль? Вертикаль всегда стремится над народцем поглумиться Скоро чисто по приколу станет нищим он и голым А это и есть наше понимание чувства юмора и роли в нём меня, как председателя Вы согласны, что смеяться нужно как можно больше и чаще? А зачем это нам? Чтобы со смехом и оптимизмом воспринимали явления нашей жизни Это же в ваших собственных интересах, не так ли? У каких ещё интересах? Ну вот представьте себе, вы приходите в магазин и смотрите на новые ценники Жуть! Вот-вот, согласитесь, ведь лучше уписаться от смеха, чем обосраться от ужаса Да, Коля, время идёт Я уже не молодой и сопливый юморист Я стар, я суперстар! Браво, товарищ Перетрахченко! На первой же репетиции мы поняли, что вы мастер юмористического жанра Это было потрясающе! Вы прямо рождены, чтобы бракать хохмы, от которых все смеются до слёз Я знаю, лакей! За всём многолетнее правление я понял одну главную истину Вся моя жизнь – театр! Тише, тише! Наверное, поклонники звонят Председатель колхоза сатиры и юмора у аппарата Здравствуйте, Шура! О, Вован, привет! Ты слышал мою будущую первоапрельскую хохму про тебя и Пиноккио? Мне, Шура, сейчас не до ваших дурацких шуток Что насчёт Украины, а? Где ваши обещания? Обещания, Вован, как всегда, при мне А где действия, Шура? Мне нужны ваши действия Учтите, я не шучу Вот здрав, Вован, обижается Просто когда я пообещал помочь ему разделить со мной по-братски Украину Это было одно А вот когда перед моим носом маячит перспектива заехать вместе с ним в Гагу Это уже совсем другое Тут же каждый сам за себя Пока что на плаву держусь Я жесточайше не прогнусь Но если пригрозят судом Скажу, с Вованом не знаком Кто это вообще? Мы с ним не друзья Но обмануть весь мир нельзя Устали от потока Мы брехни Кто такой Вован? Разве мы друзья? В Гагу право отвезя Меня казнить хотят они Хотят, чтоб в клетке я сидел Шьют кушу уголовных дел Не смог я выйти из игры Вован жестоко обдурыл Кто это такой? С ним мы не друзья В твоем Вагу нам нельзя Такой не надо мне фигни Кто мне ваш Вован? Разве мы друзья? Быть не хочу под стражу взят Меня вам не в чем обвинить Вовану дал себя обуть Но рано мне в последний путь Развая шкура на кону Любых присяжных обмануть Кто такой Вован? Мы с ним не друзья Чтоб на себя вину я взял Я не хочу такой фигни Кто такой Вован? Нет, мы не друзья Пускай процесс притормозят Хотят невинного казнить Вы будете удивлены, товарищ Лакей Но все опросы показывают Что жители нашего колхоза считают Что у них жизнь как в сказке Не может быть! Вы уверены? Да, они так и говорят Живем как в сказке Чем дальше, тем страшнее Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова